Родная мать выселила дочь из квартиры вместе с маленьким ребенком. Девушка съехала и подала на близкого человека в суд. Фемида удовлетворила иск и обязала мать выплатить дочери больше полумиллиона рублей. Вот только получить эти деньги и забрать свои вещи из маминой квартиры девушка не может. Подробности в репортаже. 207-й откройте, пожалуйста. Чтобы попасть в подъезд, девушке приходится звонить соседям, потому что мать не подходит к домофону. Мария Киселева рассказала, уже не первый год пытается забрать свои вещи из квартиры, а у нее там осталась коллекция монет и бытовая техника. С собой женщина привела и 4-летнего сына, но ни дочь, ни внука бабушка, кажется, видеть не хочет и держит оборону. Он там тут есть. К равнодушию родственников Мария уже привыкла. Знает, двери здесь и вряд ли откроют. Да, никто не открывает, причем я когда писала заявление по поводу вещей, тоже участковый говорит, уже сколько раз приходил, и никто не дверь не открывал. Зато Марию и ее маленького сына узнали соседи. Историю о том, как родная мать выгнала ее из дома, обсуждал весь подъезд. В принципе, это как бы со стороны семья, ну нормальная. Единственное, как бы узнаем историю со старшей дочерью, то, что когда родила, ее отправили к отцу жить. Со слов девушки, ей с ребенком пришлось ехать, потому что так якобы настояла мать. Мария говорит, будто та требовала от нее деньги за проживание в этой квартире. Это и поссорило близких людей. Купила Глебу пуховик. Она устроила мне скандал. У нас и до этого были с ней взбучки. Но не такого плана. Она, короче, ее прямо трясет. В общем, говорит, быстро говорит сыном, говорит, куда хочешь, говорит, уходи, тебе дают две минуты на сборы. В итоге девушка осталась практически на улице. Мария обратилась в суд с заявлением. Иск о взыскании рыночной доли квартиры удовлетворили и обязали мать выплатить дочери крупную сумму. Но деньги девушка не может получить до сих пор. Я отсудила у нее деньги от своей доли, от трехкомнатной квартиры 475 тысяч. Я подала агуляционную жалобу в областном суде. Потом два раза индексация. Ну, в общем, она мне должна 500, 550 с копейками, с тысячами. В общем, деньги я до сих пор не могу уже получить второй год. Я ей на жалобу писала, на судебных приставах. В общем, она тянет дело. Восстанавливать отношения с матерью Мария давно уже не планирует и ждет, когда решение суда будет исполнено. Либо мать это сделает добровольно, либо через судебных приставов. Оксана Кравцова, Ольга Лунегова, Иван Лаизов, 31 канал.